Здравствуйте, дорогие наши зрители! Итак, снова с вами «Осторожно, наука!». Сегодня мы вам расскажем о совершенно потрясающих фактах, совместно открытых учеными из Молдавии и Австралии. Открытие – это относится к миру денег. Так вот, ученые из Молдавии исследовали поговорку «Не в деньгах счастье» и открыли. А австралийцы с другой стороны земного шара подтвердили это совершенно удивительное открытие молдавских коллег. Оказывается, жить, имея деньги, намного легче, чем их не имея. Вот врет пословица, оказывается. И не просто врет, а как сивый Мерин брешет. Все-таки счастье-то в деньгах. А молдавские ученые, которые на своем персональном опыте получения грандов хорошо знают, что без дотации нет новаций, проверили еще некоторые пословицы, говорящие о пользе отсутствия презренного металла. И снова опытным путем обнаружили, что все пословицы врут. Но сами посудите. Как можно быть счастливым без денег? И самое главное – когда? Да. Не, варианты, конечно, есть. Можно жить, ни разу не испачкав рук ни центом, ни копейкой. Положи все в банк. Возьми пластиковую карту, и ты свободен от презренного металла. И самое главное – при этом глубоко счастлив. Ну, а по-другому никак. Так, был один такой российский певец и шоумен, который также провел несколько лет, к денежкам не прикасаясь, брезговал. Ну, таких денежкам прикасалась его супруга. Она ими совсем и не брезговала. Наверное, у нее был крепкий иммунитет. Так вот, молдавские ученые вместе с австралийскими коллегами однозначно доказали, что для нормальной жизни презренного металла должно быть с каждым годом все больше и больше. Монография по этому поводу и совместное коммунике, изданное этими учеными, призывают относиться к пословицам, вводящих порядочных людей в заблуждение с дозой здорового цинизма. Как сказал глава группы австралийских ученых на конференции для получателей грантов в Амстердаме, лучше всего проводить исследования, когда у вас есть чем позавтракать и где переночевать. Желательно все эти действия проводить в пятизвездочном отеле, тем более, что там и так все включено в счет – и завтрак, и бассейн. Хотя мы, редакция SunInvest Media, до сих пор придерживались противоположного мнения, австралийские и молдавские ученые нас благополучно переубедили. А вас, дорогие слушатели и зрители, молдавским ученым удалось переубедить, или вы до сих пор считаете, что лучше жить в хижине, чем во дворце? На сегодня это все. Вам всем удачи и крепкого здоровья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok